Привет, YouTube! Сегодня первое видео о постройке автодома из Peugeot Boxer. Peugeot Boxer, 2001 года выпуска, 1.9, турбодизель, 92 лошадиные силы. Собственно, это самая маленькая версия, L1 H1. Внутренний размер у него где-то, размеры до багажного отделения примерно высота 1500, ширина 1700 и длина до перегородки 2400, кажется, 2400. В планах постройка автодома, то есть такого минималистичного формата. И желательно, чтобы это было дешево и функционально. Сам автомобиль достался мне совершенно бесплатно. Предыдущий владельец от него отказался по той причине, что... Потому что была очень сильная сквозная коррозия на днище и восстановление. Ремонт был очень дорогой. То есть ему было проще отказаться и купить что-то более свежее. Я восстановил этот автомобиль за два года работы, но я работал не каждый день. То есть в среднем неделю уделял, может быть, по два часа рабочего времени, чтобы восстановить этот автомобиль. То есть по... Основные проблемы были с коррозией со сквозной, которая была на днище, плюс на арках на передних. Вот, плюс лонжероны были тоже в печальном состоянии. В основном левая сторона, это передний левый и также задний левый. Из текущих проблем то, что сейчас в ближайшее время нужно будет сделать по двигателю, это замена радиатора, так как старый уже посыпался. То есть он был первый тут и поэтому уже от времени пришел в негодность. Потом еще есть проблема с подогретым сцеплением. То есть она была перегрета когда-то и теперь при трогании небольшая вибрация ощущается. Но, если честно сказать, мне не очень хочется этим заниматься. Но пока ездит, пока вроде как бы все устраивает. Автомобиль будет внутри утепляться напыляемым утеплителем. Кстати, да, забыл сказать о пробеге. Пробег у него 215 тысяч с половиной, 215-500. Вот, в принципе, как бы салон не в плохом состоянии, ничего не отломано. Все, все укомплектовано, ничего такого страшного там нет. Вот, в кузове здесь у нас присутствует разметка. Сейчас я переключу на фронтальную камеру. Так, внутри здесь, то есть я примерно разметил, где что будет. Здесь вдоль этой перегородки будет небольшая кухня. Там же будет тоже стол рабочий. Вот, плюс шкафчики. Ну, здесь кухня, естественно, с раковиной. Перегородку убираться не будет, так как это повлечет за собой довольно серьезные финансовые вложения. Потому что это потребует переоформления всего автомобиля. Сейчас он коммерческий транспорт грузовой. И, соответственно, то, что будет внутри, все будет считаться грузом. Вот, тут, где эта линия идет, здесь будет кровать. Она будет поднята примерно до уровня окон. Под кроватью будет багажное отделение. В багажном отделении, собственно, разместятся два аккумулятора, которые уже у меня куплены. Это два АГМ-аккумулятора емкостью 110 Ач. Вот, заряжаться они будут от штатного генератора пока. Плюс тут же будет располагаться... А что у меня тут будут инструменты лежать и плюс ко всему тут будет небольшой гараж для моего мотоцикла. Мотоцикл Honda Обезьянка, Honda Monkey. То есть, маленький мотоцикл, можно сказать, питбайк. Ну, я думаю, он сюда... Да не думаю, он сюда встанет. То есть, как бы под него я этот багажник и делаю, собственно. Наверху автомобиля будет изготовлен багажник на крыше, на котором будет каяк путешествовать. И также установлены две солнечные панели. Но это в будущем. Это не сейчас. Сейчас сзади, на задней двери, будет установлено крепление для велосипеда. Вот, то есть, велосипед будет путешествовать сзади. Итого, получается, три транспортных дополнительных средства будет со мной. То есть, это мотоцикл, велосипед и каяк. Автомобиль я поставил на ход два дня назад. Проехал где-то уже примерно 70 километров. То есть, за два года простая. Да, много, конечно. И инжекторы стали хуже работать. Там стал дымить. Но после такого пробега, после 70 километров, все вроде бы пришло в норму. Сейчас двигатель стал работать намного ровнее, чем это было. То есть, я еще залил промывку инжекторов топливной системы. Плюс, может быть, конечно, это тоже повлияло. Хотя, утверждать точно нельзя. Вот. Перед прохождением техосмотра инспектора забраковал лобовое стекло. Были трещины. Плюс передние тормозные диски. Плюс задние стопичные подшипники болтались. Но они были не изношенные, просто не дотянутые. Вот. То есть, проблема решилась подтягиванием гаек и люфт исчез. Ну, вот, собственно, и все. Вся история. Всем желаю добра. Всем желаю мира и здоровья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok